В среду на домашнем льду спорткомплекса «Юбилейный» Тверской «Динамо» принимала гостей из Тольятти. Игра выдалась зрелищной и напряженной. На матче присутствовала и наша съемочная группа. К середине первого периода «Динамовцы» пропустили от «Лады» две шайбы. Первым отличился Игорь Угольников, затем Артем Артемов. Между голами Михаил Бетсадзе бросал из убойной позиции, но «Ладу» выручил Александр Скрынник. Белоголубые сократили отставание в счете после индивидуального прохода через всю площадку Ивана Иванова, в завершении которого лучший снайпер Тверской команды неотразимо бросил в дальнюю девятку. До перерыва был еще один момент, всколыкнувший трибуны «Юбилейного», но видеопросмотр эпизода показал арбитрам, что шайба не пересекла ленточку Тольяттинских ворот. В раздевалку «Динамовцы» отправились в роли догоняющих 1-2. Чуть не получается, соперник больше забил, поймалось на ошибках. Но не точно так же ошибаются, мы можем забивать спокойно. Думаю, дальше исправим это во втором и третьем периоде. Первое удаление в матче заработали гости, но «Динамовцы» не смогли реализовать численное преимущество. Сразу после этого на скамейку штрафников отправился капитан «Динамо». Две минуты Романа Кобелева вместили в себя два гола. Сначала вернувшийся в Тверь из командировки в КХЛ Семен Панкратов сравнял счет, реализовав выход 1 в 0. А за три секунды до выхода на лед оштрафованного «Динамовца» «Лада» использовала большинство за авторством Евгения Грошева. Не прошло и минуты, как гости снова забили. Дубль оформил «Угольников». За четыре с половиной минуты до промежуточной сирены Олег Зайцев перехватил шайбу в зоне тольятинцев и сходу выстрелил поворотом 3-4. Под занавес периода «Динамовцы» получили большинство. И Марк Верба идеальным пасом из-за ворот нашел Георгий Абусарова, который сравнял счет 4-4. Это были ошибки защитников и игроков нападающих. Но это нетипичная ситуация для «Лада», вероятнее всего. Что произошло с линией защиты? Просто игра такая, совершаем глупые ошибки. Ничего такого сверхъестественного не происходит. Заключительная 20-минутка прошла под диктовку «Динамо». Вдохновленные двойным камбэком, подопечные Сергея Орешкина работали на максимум своих возможностей. Однако, заменившись крынника в воротах «Лады» Сергей Коробов, был стопроцентно надежен. В конце гости получили численное преимущество, но счет остался ничейным. Овертайм победителей не выявил. Первый послематчевый булит хозяев стал голом Семена Панкратова. Кроме него, никто из «Динамовцев» не смог реализовать свою попытку, а гости из «Сольятти» дважды переиграли Георгия Кузнецова. Заключительный матч домашней серии «Динамо» сыграет в последний день января. Начало поединка с пензенским «Дизелем» в 19.00.